всем салют с вами опять алексей автомастерская ария 51 как я обещал в предыдущем видео я говорю что буду показывать новые инструменты для услуг которые я как бы планирую проводить вот как бы расширяя функционал так сказать вот и сегодня пришел красавчик кейси gtc обошелся мне недешево я скажу ну и недорого такая золотая середина обычно можно купить и еще дороже чем я взял собственно вот вот такой вот красавчик весь новенький все все штифты все все присутствует планочки рено вольво то есть натяжители всевозможные то есть такой скажу комплект неплохой вот еще одна какая-то планочка даже не знаю что ею фиксируется наверное что-то ею фиксируется прям такая шоколадная здесь продолжу потерта заляпана ну блин вообще выглядит вообще выглядит пушка по сравнению со всеми остальными что у меня есть это выглядит прям вообще бомба ну и относиться буду к ним аналогично ну и естественно проведение работы при использовании его все сыпется ну и работа будет стоить тоже соответствующе потому что работа будет производиться качественно оборудованием где шанса на ошибку вообще нет ну уточнение то что шанса повода ошибиться если только конечно я там не решу на 180 градусов что-то развернуть это не получится нет без планок это не получится в общем работа должна пройти удачно вот а по сегодня по сегодня как бы стоит вот такой вот зверь обратилась девушка позвонила вот владелица этого автомобиля алена она уже ранее приезжала ко мне с этим автомобилем вот там ремонтировали парктроники то есть искали проблему по парктроникам блок был залитый что еще делали искали проблему по турбине здесь потому что турбина передувает чего-то чего-то собрали не так и турбина теперь передувает то есть смотрели там одну турбину с ней оказалось в порядке на которую решили изначально еще в тугом сервисе а до тугой добраться здесь к сожалению вообще в моих условиях это невозможно то есть для меня это немножко сложно просто не подъемника ничего нет там все так засунуто что мы его на вот в принципе ну а сегодня обратилась с проблемы что печка крутится на постоянку вентилятор печки выключаешь включаешь зажигание вообще без разницы обычного у кого-то не работает а в этом случае он работает он постоянно в общем виновник во всем вот этот пиздюк ёж в простонародье кстати уже именины семнадцатого года хэлл майдэ нэнчина долго он не отработал как долго не отработал неизвестно конечно когда поставили не семнадцатом же году может какая-то партия семнадцатого года но его даже не прикрутили кстати скажу болты вот идут ушки там болты ножи наживлены а сам сам я шут был не прикручены не займаешь поспешили может лень было закручивать или условия были не те заказали на тебя такой на улице резко воткнул хотя блин на самом деле на улице резко воткнул до него добраться как бы надо все снять . вот а удается снять но бардачок пришлось не здесь стоит воздуховод такой для ног оттуда туда короче идет и показал бардачок его не отсоедини было не сдернуть нет есть ребята которые сдернут спору нет кто скажет я снимал если его поймать повредить еще что-то пожалуйста можно с ней так его снять нельзя вот мало ли кто-то приобретет себе ренджа решит сам что-то поковыряться разбирать подскажу как снимать бардачок то есть откроете вот там нажмете лапки откиньте что до блока бэсэнда предохранитель добраться будет кучу шурупов снизу будь шуруп с этой стороны то есть снизу еще будут пара шурупа вот они планочку это снимаете здесь винт снимаете здесь ножи отверточкой дефлектор нажимаете короче нахер я вообще объясняю когда у вас будет извините когда у меня будет когда-нибудь да будет вот в общем но я даже не знаю что еще сказать сегодня порядок кстати болен ванек пришелся не помог вообще красавчик вообще пушка на поддержку таком состоянии это все вообще весь этот вам до выкинуть убирать все это сместить вообще сделать красоту сделать марафет но все это будет но потом нас сначала на это все заработать кстати заказал еще инструмент давно хотел все не решился как бы взял все-таки и денег вложил немного небольшую сумму короче заказал супер тестер чтобы можно было проверять форсунки катушки регулятор короче любые клапана вот электромагнит чтобы их не подсоединять без перебойника точнее от блока питания просто дает напряжение которое постоянно дает то устройство будет давать импульсами то есть выставлять ненужный импульс чтобы как бы нужную частоту чтобы клапан работал как будто он стоит на автомобиле как будто им управляет автомобиль в общем такая вот штука была заказана что еще волшебный проводок для проверки системы abs датчиков то есть проводки имитировать как будто скорость идет от дачка то есть мы выставляем там свою частоту бац мы видим на диагностике что колесо крутится с такой-то скорость и проверить вообще-то откосывая или нет чтобы исключить исключить либо ее либо как бы искать дальше короче упрощает разрядники еще там заказал вся кину чтобы массово катушки проверять то все заказал в первую очередь сейчас чтобы проверить катушки зажигания нормально без этого никуда можно проверять на автомобиле но более как по мне это неправильно есть специальное оборудование в продаже надо заказывать и им пользоваться то есть упрощать упрощать себе жизнь я не знаю вам кому-то из вас кто приедет усложнит немного для меня это упростит вот но по крайней мере именно так найдется четкий диагноз точно я и стремлюсь к этому чтобы находить точный диагноз как можно быстрее но пока сталкиваться всякими случаями которые для меня что-то в новинку ну то есть так важно я изучаю что-то вовлекаю вот сегодня даже приезжал лёха на финики qx56 вот проводили тест на нем пикс и он постоянно ругался что у нас недостаточное наполнение на впуске воздуха не хватает двигатель не душ а потом все оказалось спустя два часа то что дроссельная заслонка когда автомобиль стоит на месте и вы готовите она не открывается полностью она открывается чуть-чуть там градусов на 30 мы не полностью все это воздуха хватает чтобы у вас к этому раскачать раскрутить еще и на не открывается может кратковременно там до 4 подняться но не всегда либо все же это глюк какой-то дросселя что он не работает как надо хотя ошибки нет я не стал вникать в принципе автомобиль работы этого конечно в динамике в дороге проверить я думаю что все-таки это не глюк а это так и надо вот ладно в общем все пора валить домой время вечер 9 часов все закругляюсь и по часам все счастливо до скорых встреч все закругляюсь и все закругляюсь и